Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодня на программе «Целебная кулинария» я хочу для наших друзей, чемпионов мира по фитнесу, сделать особый напиток, который, я считаю, будет и силу давать, и способствует набору веса, набору массы, восстановлению и вообще оздоровлению организма. И хочу их угостить, а они уже оценят. С удовольствием. Значит, в чем заключается фишка этого нашего напитка? Дело в том, что он целиком сырой. То есть все ферменты, которые имеются в этих продуктах, они будут живые. Далее мы всегда говорим о том, что нам нужны витамины группы В. Витамины группы В, к сожалению, допустим, больше там витамина С вот здесь у нас будет, здесь у нас в зелени будет, а вот витамины группы В, они имеются особенно много в проросшем зерне. И более того, они-то, они-то знают, что в проросшем зерне содержится витамин Е, который является антиоксидантом, что очень важно для нашего организма. Витамин молодости. Вот, и способствует набору мышечной массы. Именно О. Так все витамины, которые прошли там какую-то обработку, они теряют свою активность. Здесь же он, он растет, он толкает зерно, чтобы оно росло. То есть, и когда мы это будем съедать, он будет толкать наши мышцы на рост, рельефт и силу. Плюс он будет оздоравливать нас как организм в целом, что еще важнее. Фактор роста. И самое интересное, вот можно сказать, ну это же все, это там каша какая-то, это крахмал, мы можем там зажиреть и так далее. Во время прорастания ферментами все здесь крахмал превращается в солодовый сахар. Представляете? Это уже больше растительный продукт. И мы его добавляем в блендер. Одну ложечку, другую ложечку. Кстати, видите, как оно проросло? Да, да. Вот, видите? Вот. Да. Маша, видишь? Да. Вот это самое-самое важное. И мы сюда, ну примерно грамм 100 положим. Так, есть. Далее мы это все соединяем еще с зеленью, чтобы это еще и зелень работала на нас. То есть была там клетчатка. Ну витамин С, как вы сказали. Витаминчик С, да. И теперь смотрите, очень интересно, это болгарский перец. Болгарский перец, оказывается, он содержит кремний, который нужен для того, причем биологически активный кремний, который нужен для того, чтобы сделать эластичными наши связки сосуды. У спортсменов из-за того, что они переедают творог, молочные продукты, в организме больше кальция. А кальций, знаете, что он делает? Он дает крепость нашему скелету, основе. А еще помимо крепости должна быть эластичность. И эластичность дает только кремний, не кальций, а кремний. И, кстати, определенная пропорция и кремний, и кальция в организме способствует тому, что все это гармонично у нас сочетается. И наши связки прочные, наши сосуды эластичные. И нет, знаете, во время то давление расширилось, то давление, значит, уменьшилось. Головные боли возникают, разрыв сосудов или еще что-то. Болгарский перец. Далее я знаю, что Маша любит полноценные белки. Действительно, откуда взять полноценные белки? Их у нас тут все-таки нет. И мы тогда возьмем их из творожка. Прекрасный обезжиренный творожок. То, что нужно. И выглядит как аппетитно. Многие считают, что молочные продукты, это, дескать, невкусно. Я не могу разделить эту точку зрения. Теперь добавим, как раз Михаил сказал, о вкусе мы сюда добавим метка. Все знают, что когда человек занимается физическим трудом, он тратит углеводы. И много не надо, но тем не менее мы добавим. Примерно там столовую ложечку. Кусотища. И наконец-таки, наконец-таки, как это все соединить? Мы будем соединять в кисломолочном. Кисломолочная, что она делает? Ну, Маша хочет сказать. Улучшает микрофлору кишечника. Правильно. Улучшает микрофлору кишечника. И кисломолочная также содержит аминокислоты. И аминокислоты. И тем самым кисломолочная будет укреплять наш иммунитет. Способствовать пищеварению. Вот. И мы это все... Да давайте все отсюда добавим. Вот. То есть можно ряженку, можно еще что-то. И теперь мы это все закрываем. Пробный проворот. Опа! Две минуты пускай мелится, чтобы все это соединилось в однородную массу. То есть здесь теперь не будет что-то там... Пшеница сама по себе, петрушка сама по себе, перец сам по себе. Это все станет каким-то единым мономером. Ну да, будет полноценно смешанный коктейль. Сюда бы можно еще добавить в случае чего. Можно сырое яйцо вместо, допустим, творога. А можно и с творогом вместе. Ну сырое яйцо мы все знаем по кинофильму «Рокер», где Сильвестер Салоне, вернее, герой Сильвестер Салоне каждое утро добавлял, я уж не помню, ну несколько, скажем так, пейлиц. Вот такого же плана коктейль. Но в его случае, конечно, о таком ингредиентном составе, о таком богатстве всевозможных продуктов даже речь не шла. То есть мы сейчас имеем явное преимущество перед тем чемпионом по боксу, которого играл Салоне. Остается только упорство и наши продукты, и мы его побьем. Совершенно точно. Такой коктейль и не пробовал. Я тоже скажу честно, что, конечно, все мы люди взрослые, по отдельности мы знаем, что все эти продукты полезны. Но вот в таком сочетании я тоже сейчас буду пробовать это впервые. Сейчас я сам попробую сперва. Чтобы убедиться, что ничего не нужно дополнительно добавить. Да-да-да-да-да-да. Попробуйте. С удовольствием. С удовольствием. Прекрасно все смешалось. Выглядит очень аппетитно. И сейчас попробуем, как это на вкус. Не спешите. Потому что то, что это полезно, мы знаем. Его можно сделать более таким насыщенным, погуще. Очень необычно и вкусно. И сладенько. Можно больше добавить сладости, чтобы притерности не было. Можно больше творожка, можно больше зелени. Очень вкусно. Я все-таки ожидал, что будет какой-то такой специфический привкус. Потому что, когда много здоровых продуктов, то мы все психологически готовы к тому, что это особо вкусно-то и не будет. А проросшую пшеницу вы там ощущаете? Да. Но она там не на зубах как-то это не та. Нет-нет-нет. Прекрасно все смешалось. Очень вкусно. Замечательный как-то. Можно на ужин. Можно ужинать этим. Напитком можно завтракать. Мне кажется, самое лучшее это на завтрак. Такой питательный. Питательный, полезный завтрак. Можно в промежутках между пищами, когда нет по каким-то причинам возможности что-то приготовить. Но ты можешь... Это же очень быстро мешается. Буквально за несколько минут Геннадий Петрович я приготовил. Очень быстро. И это очень... Из-за этого... Ну, это не просто быстро. Это и оперативно готовится, и вкусно. При нашем образе жизни, когда мы всегда спешим, это просто уникальный коктейль, который как раз спасает и здоровье наше. Да, так и есть. Потому что полезность, она чувствуется. Ну, плюс мы видели, из чего это приготовлено. Мы, в принципе, знаем, что это полезно. А кишечник как будет работать? Замечательно. И самое интересное, вот действительно сказал Михаил Почеркнул. Можно съесть различные продукты и не проконтролируют. А что там, кто там намешал? Каждый человек там, особенно во время приготовления, что-то там намешает? Муки, другое там какое-нибудь там вещество разрыхлителя, и еще, и еще, и еще чего-то. Здесь все натуральное. Все сделано сами, все под нашим контролем. Выпили и довольны. И обязательно, Геннадий Петрович, запишу потом, в каких пропорциях. Потому что я уйду с вашей программы и забуду. И придется мне экспериментовать. Здесь пропорция даже не настолько она важна. Главное, чтобы была проросшая пшеница. Вот. Болгарский перчик. Можно здесь целый пучок петрушечки добавить. Творожка можно взять две пачечки, тогда он будет более такой густой. Вот. И меда уже по вкусу там. Одну столовую ложку, две столовые ложки, либо вообще ничего. Я с больших, вернее, я с разных продуктов делал. Столько этих завтраков, как я их называю, выложил на целебной кулинарии. Так что можете еще там посмотреть. Кстати, имбирь можно добавлять. И имбирь у нас был, да. Имбирь знаете, когда будете добавлять? Когда время будет холодное, сырое. Вот как раз начинается осень. Кстати, так как у нас еще немножечко осталось. И вот у нас имеется имбирь, как сказала Маша. Мы можем сейчас сюда добавить и с имбирьком сделать. Берем имбирь. Вот. Совсем чуть-чуть. Надо? Да. Не перепутать. Не перепутать ничего. Вот. Мы его нарезаем. Так вот, нарезали. Так. Сюда добавили. Кстати, мы сюда можем добавить, вот у нас остался и перец этот, вроде бы как... Добавить перчинки. Перчинки, да, добавим. Ну, имбирь как раз остроты и добавляет. Лук, чеснок добавлять не рекомендую. Почему? Потому что потом вы эту штучку не отмоете. То есть вы уже, я вижу, Геннадий Петрович, экспериментальным путем самые разные тонкости знаете. Вот это сюда. И обязательно изусил все. Так, дайте еще одну пачечку мне творога. Мы сделаем более плотную его сейчас. Так, творожок. Творожок, да, мы сделаем этот. И мы его вот так вот просто, даже вот так. Я по-простому. Значит, мы сюда добавили еще болгарского перца, еще пачечку творожка и выпили. Ничего остальное мы не меняем. То есть мы усилим одновременно и вкус, и, так сказать, белковую составляющую. Все, тебе две минуты она мешается. И вот попробуйте вот это. Ну, очень хорошо размешивайте, потому что вроде бы жидкости мы не добавляли, а тем не менее коктейль легко смешивается. И сюда берите более сильный блендер, для того, чтобы он все перемолол. Орехи можно добавлять. Да. Можно орехи добавлять. Ну, вот есть продукты, которые сочетаются, а которые не совсем сочетаются. Вот орехи, они как-то лучше, лучше вот в этом... Отдельно? Отдельно, да. На самом деле, Геннадий Петрович, я больше уделю внимание вашим рецептам, соответственно, вашим ресурсам, да? Потому что, ну, я вижу, что какие-то есть решения, которые мне даже в голову не приходили. И самое интересное, я в 2000 году путешествовал по Германии, и ко мне приехал навстречу, я там читал лекции, один немец, он, оказывается, тренировал футбольную команду, и приехал, чтобы выразить благодарность, говорит, стали питаться, как у вас там в книгах, и мы выиграли там... Самая лучшая похвала. Свой чемпионат. Ну что, попробуем это. Здоровья. Из-за успеха. Несколько не совсем он перемешался, но тем не менее, имбирек. Чувствуется, да, да, вкус прямо заметно изменился, да, чувствуется разница. Дело в том, что, знаете, еще расскажу одну особенность, вот плотные, маленькие, типа имбиря, они все-таки не размешиваются, вот ножи их не берут, поэтому их просто здесь надо ножом хорошенько измельчить, и тогда она так просто-напросто их равномерно по всему объему распределит. Ну, я скажу, что так, мне кажется, даже вкуснее получилось. Получился с имбирем удивительный продукт. Что вы скажете? Очень вкусно. Я вообще люблю имбирь, я люблю чай с имбирем, со свежим, поэтому и к этому коктейлю он очень идет. Чувствуется больше, что называется, вкусноты, да, то есть мне на вкус нравится больше, и плюс за счет того, что вы добавили творога, чувствуется, во-первых, некое такое насыщение, насыщение, ну и психологически, я как бы как профессиональный спортсмен понимаю, что я больше получаю белка в этом коктейле. Можно было бы еще добавить и прорушивающую пшеницу, еще бы получился такой более живительный еще продукт. Ну что, все мы съели наши коктейльчики, теперь остается идти в спортзал заниматься, чтобы у вас была польза от всего. Доброго здоровья, до новых встреч! Доброго здоровья! Доброго здоровья! Со второй половины 2010 года я самостоятельно издаю интернет-газету Малахо Про. Ее главная цель помочь всем желающим в освоении здорового образа жизни. Здесь теория и практика самооздоровления, обсуждение и разбор народных методов лечения, ответы на вопросы и многое-многое важное, полезное и нужное. В заключении замечу, сейчас куча врачей, больниц, лекарств, а люди стали болеть еще больше, если не сказать повально. И все из-за того, что ничего не хотят знать о собственном здоровье, как его сохранять с помощью простых, общедоступных методов. А в интернет-газете Малахо Про об этом рассказываю я. простым и понятным языком. Доброго вам здоровьица! Я работаю на двух сайтах генеша.ру и Малахо Про. Последний сайт Малахо Про полностью мой. Здесь имеется библиотека моих книг. Выставлено более тысячи статей для бесплатного чтения по ведению здорового образа жизни. Здесь вы можете подписаться на мою интернет-газету Малахо Про, которую я сам регулярно издаю со второй половины 2010 года. Здесь же находится и видео моих лекций, передачи целебной кулинарии. Все это для вас. Заходите, смотрите, пользуйтесь. О еде и пище в настоящее время на ТВ огромное количество программ и передач. А как с помощью еды и продуктов сохранить и приумножить здоровье только у меня? Буду признателен за вашу посильную помощь в этой передаче. Связывайтесь со мной через мой сайт Малахо Про. У меня есть большое желание с вашей помощью сделать эту передачу общенародной. Так поможем друг другу. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была «Целебная кулинария». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok